Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком израильском городе как город Мигдаль Хаэмек. Город Мигдаль Хаэмек это небольшой израильский город, который находится в северном округе Израиля. Мигдаль Хаэмек находится в районе Израильской долины, в 6 километрах к югу-западу от города НСР на расстоянии 30 километров от Хайфы, 40 километров от Твери и 10 километров до Фолы, 10 километров от Тель-Авива. Город был основан в 1953 году как сельскохозяйственное поселение, но он репатриантами, как ни странно, из Китая. Мигдаль Хаэмек принял репатриантов из Марокко и других стран Северной Африки, СССР, СНГ, Румынии и Ираком. В 1980 году Мигдаль Хаэмек также совершили репатрианты из Южной Америки. Мигдаль Хаэмек отличается прохладным сухим типичным горным климатом. В Мигдаль Хаэмеке есть промышленность. Всего в Мигдаль Хаэмеке располагаются около 70 предприятий, это крупных и мелких. Из них 29 предприятий высоких технологий. По данным сострального статистического бюро Израиля, население на 2016 год составляет на 4 929 человек. Ассортное божество население составляют евреи. Город не имеет выхода с земного моря. Теперь поговорим о таком важном пункте для репатриантов, как съем жилья. Стоимость жилья в городе для израильтян и снимать неоднокомную квартиру, то это где-то будет от 1100-1300 шекелей до 1700-1900 шекелей приблизительно. Трехкомнатная квартира будет стоить 1300-2200 шекелей на съем для израильтянина приблизительно. Трехкомнатная квартира на съем будет стоить от полутора тысяч до 2400 шекелей приблизительно для израильтянина. Трехкомнатная квартира будет стоить на съем где-то от 2400-2400 шекелей приблизительно для израильтянина. При этом съемочку приедут большую часть коммунальных услуг. Теперь поговорим о таком важном пункте, как работа медаль. Хэммике. Работа в Мигдаль Хэммике есть. В основном это обычные рабочие профессии, также немного вакансий в секторе обслуживания. Мигдаль Хэммике также имеются вакансии на хай-тековские должности. Работа в Мигдаль Хэммике есть, но имея машину, всегда можно расширить гипотезону потребности, вещая ее в хайфском промышленном районе. Это меньше часа и в длинном машине. Теперь поговорим о таком важном пункте, как зарплаты в Мигдаль Хэммике. Зарплаты в основном минимальные и средние Мигдаль Хэммике, редко когда высокие. Зарплата в Израиле рассчитывается из того, сколько ты зарабатываешь за час. На сегодняшний день от 26 мая до 2017 года минимальная зарплата за часа была 27 шекелей. В нежитые цифры работодателя не имеют право платить зарплату, потому что это исходя из запона, если он будет платить ниже этой цифры, приблизительно на 25-24 шекеля в час, то наемные работники имеют право подать в нем его в суд и обычно суды присутствуют ему компенсацию. То есть наемный работник этот суд выигрывает. Здесь поговорим к такому важному пункту, как стоимость жизни в Мигдаль Хэммике. Стоимость жизни в Мигдаль Хэммике где-то равняется обычной стоимости жизни на севере Израиля. Для репатриантов она будет немного побольше, потому что они в основном снимают жилье, и это сильно отражается на семейном бюджете. Основные расходы семейного бюджета в основном왔уда именно на съемк квартиры для репатриантов. В случае если репатриант покупает квартиру, то у него будет также главным расходом выплаты опотечные ссуты. Но учитывая сегодняшнюю невысокую стоимость квартир, по сравнению с другими районами Израиля, В этом городе, в Мигдальхаймике, она будет относительно невысокая тоже. Надо сказать, что как на съемки, так и на продажах, цены Мигдальхаймике одни из самых низких в Израиле. На семейном бюджете отражается чувствительное также лечение зубов, страховка автомобиля, покупка бензина для автомобиля. Соответственно, цены Мигдальхаймике, да и в целом, в Израиле в основном довольно терпимые, и существенное влияние на бюджет они не оказывают. Теперь поговорим о таком важном пункте, как количество русскоязычных Мигдальхаймике. Мигдальхаймике составляет приблизительно 30-40% населения. Практически в любом офисе, в любом заведении, в любом доме живет достаточное количество русскоязычных. Поэтому сильно большого языкового барьера в Мигдальхаймике нет. Теперь о климате. Климат в Мигдальхаймике – это субтоптический, седеноноский, мягкий, блин, с довольно жарким летом. А лето здесь продолжается где-то около полгода, и это действительно мягко зимой. Климат также можно назвать в какой-то степени горным, из-за большой суткости и прохладности, чем, например, на побережье Израиля. Температура во время зимы редко, когда опускается ниже нуля. В основном температура Мигдальхаймика во время зимы от 5 до 15 градусов тепла, иногда даже доходит до 25 градусов тепла. Также зимой, в основном, выпадают дожди. Летом температура доходит до 26 до 33 градусов тепла, а лето здесь с мая до конца сентября. Дожди в это время – это редкий случай. Теперь поговорим о благоустройстве города. Город Мигдальхаймик довольно красивый, довольно благоустроенный. Везде находятся спортивные площадки, детские фонтаны, сады, парки. Город выглядит довольно красивым, чистым, праздничным. Теперь поговорим о том, как безопасность. Терроризм Мигдальхаймика, конечно, существует, но теракты бывают в редко, особенно в последнее время. Причина терактов – это нахождение недалеко от Мигдальхаймика, арабских анклавов. Правда, за последние годы, опять же, я повторяю, эти теракты случаются довольно редко. Теперь поговорим о криминале Мигдальхаймике. Случаи криминала, конечно, имеются, но он, в общем-то, не чувствуется. Гулять по ночам можно, Мигдальхаймик на следующий день – это спокойное место в этом отношении. Теперь поговорим о шаусе города. Мигдальхаймик находится, в общем-то, на хормах. И в этом он резко, например, отличается от, например, от Нитании или от других городов, которые находятся на равнине в Израиле. И он в этом отношении проигрывается с точки зрения абористатория патриарховых стран СНГ. Поэтому жить людям, которые выехали из таких стран, как Россия, Украина, Беларусь, привычнее на равнине, чем Мигдальхаймике. Хотя, надо сказать, что перепады высот и крутость этих холмов в Мигдальхаймике не очень-то большая. И в основном люди живут, и районы построены на равнинном плато, который находится на этих холмах. Теперь поговорим о загарочной атмосфере в Мигдальхаймике. Загарочная атмосфера в Мигдальхаймике находится предвидительно на более низком, чем среди израильский уровень. В общем-то, только летом, в очень жаркие дни, бывает немного чувствуется в воздухе запах бензина и смога. Но, учитывая, что город находится в горах и продавается ветрами, поэтому, в общем-то, довольно быстро эти все запахи из города выдуваются. Это был краткий обзор про город Мигдальхаймик, который находится в Израиле, недалеко от Назарата. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.